Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Ангюркнарском районе Западной Армении из-за наводнения дороги закрыты. Сегодня Новосард. Противник применил ударные беспилотники в направлении военных позиций Арцаха. Пленные с армянской стороны незаконно удерживаются в политических целях. Омбудсмен Республики Армения. Реабилитационные работы центра Ахалкалаки продолжаются. Тают ледники Джило возрастом 20 тысяч лет. В программе международного фестиваля Фреско Мероприазия, посвященные памяти героев этого года. Сильные дожди, начавшиеся прошлой ночью, переросли в наводнения в ряде регионов в Ангской провинции Западной Армении. В частности, в горных сёлах Гюркнарского района из-за наводнения дороги заблокировали от около 30 жителей и на помощь им пришли спасатели. В результате наводнения никто не пострадал, но несколько сельских дорог были повреждены и всё ещё ремонтируются и чистятся. Этим летом погодные аномалии станут более выраженными в регионах Западной Армении. Сначала засуха в ряде регионов, затем наводнения в Черноморском и Иванском регионах, затем сильные пожары. Всё это печальные последствия общего потепления. В Древней Армении 1-го Новосарда, то есть 11-го августа, был национальным праздником. В этот день армянский народ с большой помпой встречал Новый год. В городах проходили торжества, скачки и многочисленные игры. Праздництво, посвящённое Новосарду, длились несколько дней, особенно в Багаване и Аштишате. Багавану было дано торжественное появление на праздновании, присутствовали король, правящий класс и народ. Сюда паломники приносили различные жертвы. Собравшееся население приносило с собой первый урожай в году. Также был обычай подвешиваясь на коромысло, яркую сумку или носок. После официального принятия христианства, как и во многих странах мира, произошли изменения в традиционном праздновании армянского народа. Когда произошли изменения в календаре и 1 января начали отмечать Новый год, празднования Новосарда постепенно стали уходить из жизни людей, говорит этнограф Карина Базаян. Они отмечали период с октября по ноябрь. Так было в Ганзаке, Фаранде, Нахичеване и Готхне, то есть в основном в Восточной Армении. Как и в любой другой праздник, во время Новосарда подавались традиционные блюда. В провинции Нахичевань Ереван Хариса, в Арцахе Киашка, в Гохтне и Шираке был также Хаш. В Арадской долине и Мехри своих гостей угощали разнообразными сухофруктами. Родители молодоженов отправляли сухофрукты своим родственникам, а самое главное – хорошее настроение и привычка прощать друг друга в этот день. 11 августа в 8 утра противник применил ударные беспилотники в направлении боевых позиций армии и обороны Арцаха. Армянская сторона потерь не понесла. Соответствующие информации и факты об инциденте были представлены командованию российских миротворческих сил. На дискуссии, организованной 10 августа Институтом по изучению прав человека Колумбийского университета США, защитник прав человека Арман Татойян представил объективные доказательства того, что армянские пленники содержались незаконно в политических целях и что все судебные процессы были проведены искусственно. Свидетельством тому является видеозапись встречи президента Азербайджана и первой леди Турции, на которой говорится о содержании пленных в особом порядке и их возвращении по частям. Модератором дискуссии был Дэвид Л. Филлипс, директор программы миростроительства и права Института исследований в области прав человека Колумбийского университета. Также присутствовал Томас М. Макдоналл, избранный профессор права Американской ассоциации американских школ права. В целях развития туризма в Ахлокаловском районе Джавахко будет реализована программа «Обновленный муниципалитет», которая предполагает восстановление фасадных частей здания на центральной улице и центральной площади города. Как сообщает сайт jaynews.g в настоящее время ведутся отделочные работы в двух корпусах. В рамках этого проекта началась реставрация фасадных частей зданий, прилегающих к площади Масропа Маштоца в Ахлокалаке. Напомним, реновация фасадных частей четырёх зданий на центральной улице и сквера перед мэрией Ахлокаловского муниципалитета началась в июне этого года. Реставрация фасада Дома культуры была отложена, потому что строители заявили, что работы были обширными и, возможно, не смогут завершить их до наступления холодов. Поэтому эти работы были отложены до второго этапа реставрации к весне 2022 года. В этом году завершится реновация фасадов частных домов и парка. В результате изменения климата и глобального потепления в мире и в Западной Армении количество 20-тысячелетних ледников Джилло на границе Хикари-Усикова сокращается. Глобальное потепление и изменение климата, которое ощущается во всём мире, опасны. Одна из таких опасностей – таяние ледников. По последним данным, 5 июля 2021 года ледники Хакари будут изучать географический союз группой из 30 геологов. Группа путешествовала с рядом учителей географии через камыши и болота Ухикова на высоте 1750 метров над уровнем моря и исследовала ледниковые озёра горы Сатт на высоте 3794 метра. Учитель географии исследователь Кенан Джанан заявил, что во время исследования ледники находились в 4 километрах. Но согласно исследованию 2009 года ледники уменьшились до 1 километра. Если ледники и дальше будут таять, таким образом вполне вероятно, что они полностью исчезнут через 20-30 лет. Восьмой международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов «Фреско» пройдёт в Армении с 14 по 29 августа с целью содействия распространению гуманитарных ценностей посредством духовного и культурного диалога. Как сообщает Армен Пресс в офисе фестиваля, в этом году состоится концерт в селе Бертаван Тавурской области с концертной программой Государственной ансамбля песни и танца Армении имени Татула Алтуняна. 17-19 августа будут показаны и обсуждены фильмы, входящие в рамки детской программы и вне международных фестивалей. В этом году на фестивали поступило более 4000 работ из 120 стран. В конкурсе приняли участие 83 фильма из 41 страны. Торжественное открытие гиреванской программы состоится 20 августа на улице Абовяна в непосредственной близости от церквей. При разработке программы на 2021 год организаторы учли послевоенную ситуацию в стране, и вся программа была разработана с мероприятиями, включающими всеохватывающие ценности, укрепляющие дух и веру общества и укрепляющие мотивирующие и чествующие солдат, посвящающих себя и своей жизни Родине. Дарья для вас ансамбль «Вустан», «ЖГОРИ-ЕРК». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телекомпании Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.